Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. Ну что ж, спешу поделиться с вами своей готовой работой, а именно осенним букетом. Обещанным. Обещанным, да. Который состоит из веточки вот такого королевского георгина. Почему назвала так? Потому что оно уж очень королевское сочетание цветов. Состоит также из четырех веточек с ягодами барбариса и из пяти веточек с ягодами физали. И также я сплела еще вот такие вот несколько веточек вот таких вот просто с листиками. Как я говорила, я не хотела использовать желтый, но по настоянию оператора мне пришлось добавить немножко совсем бледно-бледно-желтенького. Такого прозрачного с добавлением коричневого и золотого. И сейчас давайте посмотрим, как этот букет смотрится. Он очень большой, потому что, как вы видите, вот эти вот ветки барбариса в разные стороны. Они в натуральную величину. Птичку обещанную. Я обещала оператору... Сочетание листочка. Да, я обещала оператору показать птичку. Делала я ее не сама, а то многие из вас напишут, а как делать птичку, не знаю. Да не птичку, а сочетание вот этих птицков. Сочетание цветовое сочетание листиков с птичкой. Вот, и здесь вот сейчас вот еще, еще вот такой вот листик оранжевый. Я тогда еще обещала оператору показать, показываю. Там ягодку видно в физалисе, да. Все блестит, все переливается, потому что и бисер сам по себе блестящий, ну и в сочетании с рубкой, конечно, красота. И, конечно же, очень хотелось бы показать вам, как я подобрала цветовое сочетание наполнителя вазу. Ну, оператор мне говорит, ты не снимешь. Я говорю, сниму, сниму. Вот, смотрите, у меня был такой набор камней, которые включают в себя и янтарно желтый, и коричневый, и с красным оттенком, и золотистые. Также были пластмассовые яблочки красные, желтые листики. Там в наборе еще зеленые были, но я решила, что сюда их не нужно добавлять. И посмотрите, какая красота получилась. В тон букета. Да, получилось как раз в тон букета, настолько гармонично получилось, это я так считаю. Вот я стараюсь, конечно, чтобы весь букет вошел в камеру, потому что за пределами этой нашей студии у меня это рабочее место, хоть и обеденный стол, но за пределами с одной стороны бисер, с другой стороны моя новая работа готовится. Так что показывать не буду. А что я могу показать? Ну, давайте просто чуть-чуть покрутим букетик. Вот, пожалуйста, вы можете увидеть здесь как раз и веточка. И я доплела вот такую вот маленькую веточку, буквально с двумя фонариками физалиса. Здесь опять барбарис. С той стороны у меня прекрасный физалис. Я не хочу просто крутить по той простой причине, что очень много места, очень много места занимает. Кстати, по поводу веточки георгина. Когда мы вот без этих вот веточек, да, просто с листочком и поставили георгин, то ни оператор, ни моя доченька, это мои основные помощники и ценители, не оценили, скажем так, этого. Но когда я добавила всего лишь несколько веточек, то они обе вслух синхронно сказали, да, теперь красиво. А может быть в дальнейшем я потом изменю судьбу этой веточки и определю ее в какую-нибудь другую композицию, либо букет. Но пока мне кажется, нам всем кажется, что смотрится очень гармонично и красиво. А зеленые листочки георгина тоже смотреться стали. Думали, не будут. Да, она больше оливковая зелень. Здесь тоже я использовала и рубку, и бисер. Оливково-зеленый бисер. Вот такой букет у меня получился. Надеюсь, что это вас вдохновит на создание такого же букета, ну или несколько другого. Конечно же, у вас может быть другое цветовое сочетание, другое исполнение. Мастер-класс по физалису уже, наверное, неделю как на моем канале. Плетите. На днях выйдет мастер-класс по ягодам барбариса, по веточке с ягодками барбариса. И также я готовлю. Он еще, к сожалению, пока не готов. Мастер-класс по созданию вот такой вот веточки георгины. Да, вот здесь вот вы можете увидеть этот бисер. Кстати говоря, совершенно не помню, откуда этот бисер. Скорее всего, кто-то все-таки прислал. Потому что и проверила свои онлайн-магазины, и проверила три магазина здесь, которые где можно быть. И мы ездили с оператором даже в Сакраменто по делам, и заехали там в специальный магазин с бисером. Нет такого бисера, вы представляете? Нет. Я бы с удовольствием доплела бы еще несколько веточек. Ну, посмотрим. Ну что ж, я надеюсь, что вы, в принципе, можете оценить масштабы. Букет большой, красивый. Сейчас я руку свою. Вот рука, к примеру, вот я издалека. Ну, а вот это вот букет, он большой. Большой. Еще раз птичку. Любимая птичка оператора. В сочетании с листочками. Потом она не будет мне говорить, что я ничего не сделала или не так сделала. Нет, уже не буду. Он сверкает в пайетке, да, блестя. Еще раз покажу ягодки. Физалиса. Кстати, кстати, не поверите, я была в магазине продуктовом. И что вы думаете? Там продавали физалис в коробочках. Достаточно дорогое удовольствие. Я взяла на пробу. Оператору очень понравилось. Да, необыкновенные ягоды. Они такие сладковатые, кисловатые. Не могу сказать, что они очень сладкие, но они очень необычные на вкус. Они своеобразные. Свообразные, да. Ягодки были такие желто-зелененькие. Больше такие лимонно-желтые были, да? Вот. Так что вот так. А по-моему розовые. Они разные бывают. Но вот я видела так. Но учитывайте оператор, что у них вот эти самые створки, дольки были прям... Сухие. Сухие такого цвета. Я просто не хотела добавлять их в композицию. Поэтому я использовала именно такие бусинки, как бы в тон физалиса. Если бы я сюда добавила желтые, что бы получилось. Сухие створки, это уже готовые ягодки созревшие. Да. Вот так. Ну что ж, я надеюсь, что вам всем понравился этот осенний букет. А еще раз говорю, мастер-класс по всем составляющим будет на моем канале. Сейчас уже есть физалис и в скором будущем должен появиться барбарис и георгин. Ну а мастер-класс по веточкам я делать не буду. Просто собираете, плетете обычные листочки и собираете веточки, плетите сколько угодно. Такое количество, какое хотите. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok